Зон Битвы Экстрасенс, Битвы Сильнейших будет. Вот. Мы уже вроде как поговорили про возможное ваше участие. Возможное, вы еще думаете над этим. Но тем не менее, вы видели в реванш многих эзотериков, многих экстрасенсов. Сможете назвать имена, вот на кого бы вам из них хотелось посмотреть в проекте Битвы Сильнейших? Именно из реванша или вообще? Не было бы очень... Не ограничивается реванша. Я решила бы очень интересно посмотреть в Битве Сильнейших на Елену Валерьевну Голунову. Очень интересно. Все, на следующий момент. Нет, мне было бы интересно, но эти люди никак там не окажутся. Сто процентов. Так, из реванш. А опытом хотел увидеть из реванша. Из реванша. Из реванша. Виктория Райдос. Ну это точно. Так, ладно, согласимся. Вот тогда уж Юлия Прионова. Тоже... Если из участников... — Подожди, Александр Шепса? — Ну, подождите, нет. Давайте все-таки из тех людей, которые... — То есть, Александра Шепса нет? — Вы слышали, да, сейчас? — Это же шутка. — Ну, камон, ты чё. — Давайте из участников соберем те, кто приходил, кого ты видел в проекте. Я к Виктории задам этот вопрос чуть позже, потому что, ну, она непосредственно изнутри смотрела на их работы, и у неё сейчас прям, я чувствую, что у них и список есть. Вот ты когда приходил на проект, да, ты же по-любому встречал практиков, экстрасенсов с предыдущих сезонов. И думаешь, ну, вот он достоин быть в проекте. — И ты следующий? — Мне было бы интересно посмотреть... Слушай, на самом деле... — На Николе было бы интересно посмотреть. На Соню Егорова. — Так, ну, вот они сейчас будут на следующей неделе биться за место в «Битве сильнейших». А из тех участников, которые уже выбыли... — Ну, к сожалению, ни на кого. — Ни на кого? Даже на Педина? — Да. — Ну, на Олю Якубовича. — Виктория. — Я бы хотела посмотреть на Юрия Котова. — Знаете, вот он вошел тогда на испытания, и вот как будто бы в студии стало светло. Понимаете? Вот он просто... От него идет свет изнутри. Вот я хотела бы, чтобы он... Если бы вы слышали, что он делает своим голосом, как он вводит в определенное состояние... Мне, во-первых, очень интересна оказалась эта техника. И... Ну, вот сама энергия, которую он обладает, понятно, что она не развита до конца у него. Понятно, что, может быть, нет такого большого опыта работы с людьми. Но я думаю, что в нем есть прям такая очень серьезная мощь. И она, конечно, очень сильно бы отличалась от нас, от всех, потому что мы работаем с энергией мертвых преимущественно. А он работает с чем-то, ну, настолько неосязаемым, со звуком, да? То есть это... Нельзя потрогать, это нельзя... Даже иногда услышать было невозможно, что он делал своим голосом. Я имею в виду уже... То есть получается какой-то парадокс, да? Там невозможно услышать, что он делал голосом. То есть он издал какой-то... На уровне вибрации это звучало. То есть не на уровне голоса, а на уровне вибрации. Вот мне было бы интересно смотреть на него. К сожалению, на экране мы это не видим так, как мы это видели там, на месте. Да, да, да. Потому что, ну, я думал, сейчас мы это увидим, это больше-то безумное. Ну, я не уверена, что он дорос до битвы сильнейших, но ты спросил, кого бы я хотела ведь. Да, я спросил, кого бы хотела. Кроме Юлия Котова, может быть, кто-то. Ну, окей, хорошо. Александр Шепсон. Кстати говоря, Олег... Ты знаешь, что... Тебя бы хотели видеть на романтическом проекте телеканала ТНТ. А где девушка, которая задала вопрос про эту девушку? Да. Не исключаю ли ты такой возможности, что когда-то станешь героем романтического проекта на канале ТНТ? Да. Мы все понимаем, какой это проект. Очень многие думали, что в этом проекте буду я. Я даже спорил. Помнишь, мы пока смотрели серию с Владом? Мы спорили. Это ты, признайся по-любому. Я говорю, нет, я вообще впервые об этом слышал. Не знаю. В принципе, все возможно. Почему? Да или нет, слушай. Все возможно, это и так я слышал. Вообще все возможно. Все что угодно. Сложный вопрос. Есть над чем подумать просто. Ну, подумай сейчас. Своё личное желание. Ну, это будет личная жизнь. А вы бы хотели, чтобы я там был? Ну, почему быть, потому что вы не миновали. Хотели бы, но не сильно бы порадовались за участниц. Слушайте, мы потихонечку давайте...